Начальный капитал. Только за прошлый год и лишь в Бобруйске 85 человек получили деньги на развитие бизнеса. Две трети счастливчиков открыли ИП, остальные стали ремесленниками. Государственная субсидия для некоторых чуть ли не единственный шанс начать свое дело. Безработные, зарегистрированные в органах по труду занятости и социальной защите, они имеют право на предоставление финансовой поддержки в виде субсидии. Горожане получают на руки больше 2600 рублей. Жителям сельской местности положено еще на тысячу больше. Слесари на эти деньги могут до зубов урожить инструментами. Парикмахеры закупить жизненно важную технику и заплатить за месяц аренды. Эта сумма под спорье для торговцев и грузоперевозчиков. При грамотном подходе, желании, усидчивости и каком-то маломальском общении и связи, в любом случае это толчок. Лучше, чем ничего. Риск. Проиграть можно. Вложиться и что потом. Однажды от центра занятости я сама воспользовалась такой субсидией и считаю хорошей идеей. Для того, чтобы получить субсидию, они предоставляют заявление о предоставлении субсидии в органы по труду занятости и технику экономического обоснования, то есть бизнес-план эффективности своей предпринимательской либо ремесленной деятельности. Евгений Матушкин получил деньги и открыл тату-кабинет. К этому шел 10 лет. Сначала обучение в художественном колледже, потом годы тренировок. Набивал руку. Мастерство пришло с опытом. Сидя на кухне, там крутили эти гелевые ручки, моторчики, плееры там разбирали всякие, точили струны. Ну, это уже все как-то... Я тогда задался целью, я нашел какие-то первые деньги. Тогда я получил первую зарплату. Я красил туда мебель, по-моему, получил зарплату. Поехал в Минск, просто всю зарплату убухал на оборудование. Один мастер может горы свернуть. Реализм, графика, олдскул или японская? В этой папке более ста видов эскизов. Каждая татуировка – отдельная история. В местном центре занятости придали уверенности – все получится. Будущему предпринимателю предложили закончить курсы в агроэкономическом колледже. Педагоги помогли составить бизнес-план. Когда я пошел в центр занятости, у меня уже было какое-то оборудование, какая-то косметика. Ну, что-то у меня было там для старта. Но это было таким, скажем, приятным бонусом. Деньги, которые я получил, я за них купил две машинки, краски какие-то, дополнительно кассовый аппарат, иголки. Ну, в основном расходный материал. Все, кто получил деньги два года назад, до сих пор на плаву. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok